вот собственно говоря наглядный пример что бывает когда камнерезная мастерская не используется и вдаряет мороз за минус 15 и приходится вот подачу уже оттапливать в жаркой жидкости то есть вот там внутри лед и вот у меня задача сейчас чтобы наконец-то началась вот эта вот течка уже поэтому вот каждый по сантиметрику по сантиметрику лед начинаешь тут растапливать кипятки побежит значит можно будет работать он здесь уже рядышки видно бегают ждут выхода выход у нас есть значит надо потихоньку оттапливать выход протянем так вот давно надо этого всем кто делает такие станки вот надо давно задуматься нужно более широкий шланг переходить вот здесь я вот начал силиконовый это от садового бывшего они такие в тканной оплетки они со временем сразу скажу я был удивлен здесь шов то есть паянный силиконовый шланг шов он со временем саду от воды от всего расслаивается и поэтому получается что много на выброс а у тебя по кусочкам так отрезаю использую для станочка заменю еще эту часть и будет вообще красота что это самое имейте ввиду кто делает такие же станочки шлифовальные полировальные это кстати на базе все того же точила которая перед ногами перевернут а то вдруг кто-то еще не верит до сих пор живо с божьей помощью до сих пор я с ним не расстаюсь и роботу цены цены ему нет это естественно отдельная благодарность моему наставнику учителю ивану постникову любом случае потому что идея была когда-то именно он в шутку конечно на одном из формах предложил и понеслось и пока мэтры спорили я не стал терять время просто пошел долго усердно выбирал и купил этот станок кратон до сих пор он не вера и правда служит он видно лед прямо хочет выйти но еще не может в общем вот так вот имейте ввиду кто занимается камнями или кто собирается заняться уже этого ниже же да сегодня я просто заканчиваю несмотря на мороз несмотря на то что удалось растопить кошка с ума сходит нельзя несмотря на то что удалось растопить вот эти льды полярные вот вода пошла сейчас я спускаю потому что она для полировки уже не нужна и занят я полировкой вот такой вот красавица яш это будет подарок для одного очень хорошего человека из индонезии в россии бы его назвали наверно шаман знахай а там это просто умный человек который спасает людей от любой болезни причем делает это с медицинской точки зрения без вмешательства какой-то химии хировой тучи лекарств или еще что-то подобное просто великий человек я хочу ему сделать такой подарок с урала Что-нибудь пасточки добавить? Кстати, вот эти круги уже пошли из образчиков тканей, я думаю многие смогут их получить, так сказать, на халяву в текстильных магазинах, вот это вот что-то типа джинсы, наверное, что-то подобное, не уникал, но плотное, но вот опять же клей момент, это конечно, я его клею на липучке, вот эти вот образчики, но вот видно уже, что все, хана, сейчас попробую доработать, насколько можно. Она уже почти что не дает этого делать. Музыка. 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 Вот такой клей. Я уже туда и различные составляющие добавлял, и композиционные материалы бесполезны. Хотя ткань еще целая, можно было бы работать и работать. Сейчас попробую еще чем найти. Вот такой вариант тоже. Набрасчик от ткани очевидно. Диван или что-то такое. Мебельная в общем ткань. Посмотрим сейчас как она. Здесь вроде поры большие, я ее специально изнаночной стороной поперефигачил. Чтобы уж наверняка... Чтобы структура была покруче. Так, сейчас посмотрим. Вот, вполне таки хорошо. Надеюсь видно вам. Сейчас слабо поверну. Очень даже неплохо. Так. Пачки попробуем. Здесь вот у меня немножко клея осталось по ксидке. Но это не беда. Эти-то стороны в общем-то я до этого обрабатывал. Поэтому его надо будет сейчас даже сдернуть слуха. Снять. Сейчас займемся с остальными гранями. Вот, наверное, от нас-то где запечатывается. Ну такой, немногоразовый материал. Так, ну или целую часть. Так вот. Что-то я воды много не налил, до сих пор уже. Что-то я ее сразу не заметил как-то. А может она разогрелась, вышла, потому что это камень. Я двух частей клеил в свое время. Может быть и вылезла, потому что тогда эпоксидка была. А может еще придется дошлифовать. Да, ее тут приличный довольно-таки слой. Так. 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 Продолжение следует. Да. Я наверно сейчас шлифаную эту сторону повторно. Ну, что уж наверняка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Сейчас персик, сейчас За мной тут пол помогает мне Душей, которые вдруг пришли на второй этаж, такой дубак, помогает их немножко приструнить Вот так вот До сих пор пользуюсь Но уже чувствую, скоро надо будет обновлять Вот это да Так, это у нас 2000-я понеслась Ну, как точно уже довольно-таки нежно пошлифовывает и все Субтитры сделал DimaTorzok Еще чуть-чуть карик осталось Сейчас пойдем, перфик, сейчас Сейчас пойдем, кот уже нахотился, собрался, прыгать нельзя Друзья Так, и теперь возвращаемся к полировке Заново пробуем этим же абразивным, так скажем, материалом не абразивным Да, уже тоже клеи отклеиваются Это ужас, из чего момент у нас делают Кажется, ну, от пугуса Базолище Так Так Отправился Так Так Продолжительность Так 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 Как Вот тебе и клеймомета. Ой, кошмар. Ё-моё. Ладно, вот кое-что посуровее. Старый добрый, очевидно, брезент. Крупная прям фракция. Сейчас посмотрим, что с ним будет. Тут, собственно говоря, оно уже и как бы готово. Но я все же пробую еще. Четка река, последний рывок. Заодно материалы проверю и убежусь, что момента нынче боли нет. Дорогая, гордая. Сурово. Ну и, в общем-то, вижу, что все готово. Ну да, в общем-то, все готово. Суровый брезентик. Видимо, уйдет в виду. Так, ну что хочется сказать? Во-первых, да. Вот я закончил то, что когда-то начал. Ну, думал, время есть, но сейчас время нет. Потому что хочу уже отправить это в Индонезию, чтобы оно уже было у владельца. Я вообще-то думал сначала как кулон какое-то украшение, но потом решил, что все-таки для человека камень дает энергетику, нужно быть поближе с ним, чтобы он был все равно в руке, поближе к сердцу, как говорится. Пусть он будет именно вот таким, просто памятным сувениром с Урала. Как говорится, будет успокаивать нервы, будет заряжать энергетикой. Не пугайтесь, мой ноготь, кстати. Это мне так отбил. Не стригу пока. Ну вот, в общем-то, все, что хотелось показать. Вот такая вот красота получается. Простенько и с душой. Самое главное, с Уральской душой поедет в Индонезию. Я очень рад, что от меня там останется какая-то память, какая-то частичка моего коллекционного образчика. В свое время, как говорится, он у меня уже 12 лет, если быть точным. Часть пошла на гарнитур, который сейчас можно найти у нас в мастерской. А вот этот кусочек, ну тут сам Бог велел. Подарю этому человеку. Благо у него раньше, как мне рассказали коллеги с Индонезии, что у него раньше был образчик с моей родиной, с Азербайджана Яшма. Но он отдал ее человеку тому, кто больше нуждался в энергетике этого камня. Кому нужна была больше сила, здоровья. И этот камень мог это сделать. Я подумал, почему бы и нет. Пусть будет и от нас. Здесь какой-то узор, что-то такое вот можно увидеть. Не знаю, я вижу землю. Дымок поднимается. Туман небольшой. Закат. Я вижу это. За это я люблю Яшму. Потому что она безгранична. И каждому открывает что-то свое. И порой достаточно просто перевернуть. Посмотреть с другой стороны. И мы видим другое. Я вижу солнце. Закат. И снова. Земля. Может дымок поднимается. Может еще что-то. Но это просто здорово, красиво, неповторимо. Уважаю. Поэтому всем добра. Пока-пока. Верьте. И дано вам будет. Как говорится. Ищите и найдете. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...